И переходим к большому разговору в нашем часе новостей Прима. Все праздники, вернее, новогодние закончились, даже старый Новый год. Я видел, уже и люди ёлки выбрасывают, но не со всеми последствиями затяжных каникул так же легко справиться. Я про набранные килограммы. Как вернуться в форму и снова широко глаза раскрыть и изгнать из организма тонны майонеза, об этом поговорим сегодня с моим гостем, ведущим специалистом Центра по снижению веса, врачом-психотерапевтом Максимом Сергеевичем Пасюковым. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Добрый вечер. Да, и у нас в гостях ещё его пациент, рекордсмен в каком-то смысле. Меня шокирует эта история. Мы о ней позже поговорим. Светлана Ковалёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Сергеевич, расскажите, это вообще неизбежно, вот эти лишние килограммы? К сожалению, статистика показывает, что вес россиян неуклонно растёт, как и вес людей в большинстве развитых стран в мире. Но это не значит, что ничего не надо делать. Наоборот, чем раньше человек начинает обращать внимание на своё питание, на свой вес, тем больше шансов сохранить здоровье и продлить жизнь. Потому что не секрет, каждые 15 килограммов отнимают в среднем 7 лет полноценной жизни. Соответственно, сбросив эти килограммы, человек продлевает себе жизнь, молодость, красоту, и может наслаждаться этой жизнью, работать, помогать детям, внукам, ездить, путешествовать. Согласитесь, это немаловажно. Поэтому после праздников, новогодних праздников, особенно когда впереди весна, а весна – это мощнейший, в том числе и гормональный всплеск в организме человека, который помогает снижать вес, сейчас самое оптимальное время для того, чтобы заняться своим здоровьем, красотой и стройностью. – Светлана Константиновна, как вот вы в новогодние праздники? Давайте начнём с вашей истории, чтобы люди понимали, вообще с кем мы разговариваем. Сколько вы сбросили? – Ну, я сбросила за год 55 килограмм. – Ну, это немыслимо. – Ну, мыслимо, как видите. – У меня вес меняется в пределах 3 килограммов вообще на протяжении лет 20 последних. – Ну, 3 килограммов. Представляете, у меня какой вес был – 115 килограмм. Вот год назад я у вас была, я обещала, что я похудею. Тогда я похудела на 40 килограмм, обещала ещё сброшу килограмм 5. Но у меня пошло похудение, вот пошло, вот оно и идёт, и идёт, и идёт. И вот проблемка такая маленькая, немножечко там тяжеловато было остановиться. Но остановилась, получила. – О, то есть вы могли дойти до нормальной ситуации? – Да, вовремя остановиться. – И вот, да, вот книжечки нам дают, пособие. Я хочу сказать вообще большое спасибо клинике. – Подождите, об этом позже. – Скажите, как вы в новогодние праздники себя чувствовали? – А, в новогодние праздники, как и все нормальные люди, сидела за столом и не за одним. Вот. Немножко, конечно… – И оливье было. – И оливье было. Но, знаете, я как-то уже знаю, какая пища полезна, какая нет. – В цифрах, давайте, сколько у вас вес изменился на новогодние праздники? – Да, в цифрах изменился на полтора килограмма, так, киловосемьсот, я добавила. Ну, я знаю методику, как его сбросить, и в течение двух дней я вернулась в свою норму. – Вот это вот самое, наверное, важное, да, даже не то, что человек там похудел, потолстел. Главное, чтобы каждый пациент, каждый человек знал, что он сам управляет весом своего тела. И даже если где-то он поднабрал полтора-два килограмма, чтобы он также за два дня мог легко от них избавиться. – А кто в зоне риска? Вот кто худеет и поправляется, кто не поправляется в новогодние праздники? – А кто должен постоянно контролировать поедание этого со стола? – В зоне риска, в основном, конечно, женщины 35+. В силу разных-разных причин, как социальных, так и гормональных, так и всяческих других, у мужчин есть другие компенсаторные факторы, с помощью которых они справляются со своими стрессами, неприятностями, с поиском удовольствий. Женщины, по статистике, больше весят, чем мужчины. Хотя, к сожалению, мужское ожирение более разрушительно в плане здоровья, и если у мужчины объем талии больше 98 см, это повод для того, чтобы срочно начать что-то делать. Иначе, ну, велика вероятность сосудистых осложнений, там, диабет, инсульты, инфаркты, гипертонии и так далее, и так далее, и так далее. Женщинам природа немножко более благосклонна, женщин страхуют женские половые гормоны, но, тем не менее, количество килограммов, которые можно считать нормальными, это буквально, ну, там, 4-5, максимум 10. Не все же люди должны быть идеально стройными, кому-то нравится быть немножко так в форме, немножко пухненькими, но если это больше 10 килограммов, это повод для того, чтобы задуматься и начать снижать вес прямо сейчас. Светлана Константиновна, что ели, ну, запрещенного, вот, со стола с новогоднего? Ну, во-первых, пили. Пили. Во-первых, пили шампанское, пили вино. Вот, это, конечно, тоже нежелательно, вот, но в небольших количествах. Оливье? Оливье, нет. Под шубой? Под шубой, да. А что там еще традиционное? Ну, еще, конечно, копченая рыба, еще, конечно, вкусненькая колбаска с жирком. Максим Сергеевич, если вы хотите кушать колбаску, селедку, под шубой и копченую рыбу, при этом худеть, вот вам надо к Светлане Константиновне обратиться. Она знает рецепт. Ну, скажите, что на новогоднем столе и вообще, что в зоне, что вот такое запрещенное? Вы знаете, самое парадоксальное, что запрещенные продукты порождают только большее количество килограммов. Вот, с психологической точки зрения, очень важно, чтобы человек себе мог позволить любую еду. И оливье, и селедку под шубу, и колбасу, и пирожные, и мороженое, тортики. В любая еда, ну, знаете, как Авиценна говорил, что любая доза отличает лекарство от яда. Любой яд в малой дозе становится лекарством, но любое лекарство в большой дозе становится ядом. То же самое про еду. Вообще, еда является главным лечебным фактором для лечения избыточного веса, как это не парадоксально. Главное лечение – это правильная еда. И она должна быть разнообразной. Во-первых, она должна быть сытной, поэтому мясо, поэтому картошка, поэтому макароны, поэтому супы, поэтому каша. Самые такие вот вещи, которые большинство людей боятся, избегают, держатся в стороне. Все сейчас все отказались от диет, пошли, по-моему, в холодильнике открывать. Конечно. Ни одна диета не существует для того, чтобы поддерживать стройность. Есть тысячи диет, как похудеть. Нет ни одной, как потом оставаться стройными. Кроме того, что делает Светлана Константиновна. И сытная еда должна дополняться еще и вкусненьким. Ну, где-то колбаски. Да, и вот, знаете, когда худела, извините, перебью, худела, и у меня такая работа, что она с пироженами связана. И вот такой соблазн был, ну что, ну, пришлось, попробовала раз, потом на второй день второй раз попробовала. И так боялась, что вдруг вот все, пойдет на обувь моя работа вся. А нет ничего, организм, видимо, это все принял, как положено. Так тут важно знать, как вовремя остановиться, чтобы съесть. Ну, потом, конечно, я уже все, два меня удовлетворила, и все. Ну, многие люди, которые поправляются даже вот после Нового года, считают, что проще всего просто сесть на жесткую диету, там, не знаю, ну, немного набрал на короткое время, много на длительное время. Конечно. Это эффективно или нет, и почему нет? Это эффективнейший, самый быстрый способ сбросить вес, но это уже программирует человека на дальнейший срыв. Потому что, если ты себе запретил есть, неважно, мучное, сладкое, жирное, внутри, в теле, в душе, там, внутри жировых клеток накапливается внутреннее напряжение. Как пружина, рано или поздно эта пружина сорвется, и человек объестся, то, чего ему было нельзя. И чем дольше он сидел на диете, тем более глубоким будет срыв. Поэтому, категорически, для сохранения результатов диеты не подходят. Мало того, за два месяца, ну, которые еще у нас перед 8 марта, можно сбросить, ну, я думаю, при таком хорошем старте, там, 10-15 килограммов. Это уже, значит, 2-3 размера быть в прекрасной форме уже буквально к весне. Ну, из-за дел на лето. А к лету можно сбросить, ну, я не знаю, за полгода. За полгода у меня где-то 28 ушло, вот так. Ну, я не могу вас заметить. Слушайте, а вот причина... Слово, Сатина, она не девочка, это не 20 лет, не 25. Я же не шучу, тем более меня здесь уже видели. Да, так я же не потому, что вам не верю, я просто этим цифрам сложно поверить. Я думаю, что я вообще ничего не ем, я все ем, я все абсолютно ем. А вот скажите, причина вашего набора веса, вот что вы были, сколько, 100... 115? 115. Вот не были те самые плюшки, с которыми вы, говорите, работаете? Там было все, там была жирная пища, было вот такое вот безалаберное питание, что вот сел и не ограничиваешь себя. Были эти и бутерброды, и смаки, и все это, вот эта вот вся ерунда. В общем, мусорная еда, как сейчас говорят врачи. В общем, был, да, вот так, будем так говорить, да, вот я употребляла все подряд. Жареная картошечка с селедочкой, в общем, все это. Поэтому главный орган для снижения веса, это на самом деле человеческий мозг. Научиться разумно относиться к еде. Да, немножко гадости, конечно, хочется, и немножко ее можно съедать. Ну, вот этой мусорной еды. Но упор надо делать, конечно, на полезные, вкусные и нормальные продукты. Борщи, каши, мясо, котлеты, салаты, картошку и так далее, и так далее, и так далее. Макароны, самые стройные нации среди европейцев и вообще в мире, это итальянцы. Пицца и паста, казалось бы. Но у них макароны еще с хорошего теста, правильно. Вот, да, там из твердых сортов пшеницы сделаны, безусловно, и пицца там какая-то не в пример тоньше нашей, да, рассказывают знатоки. Не пирог. Много нюансов, но чтобы эти нюансы свести воедино, чтобы не сходя с ума и не убивая по полдня для составления рациона, буквально за пять минут научиться кормить себя правильно, нужна помощь. Самостоятельно люди в большинстве случаев с этим не справляются. Максим Сергеевич, остается после Нового года всегда, во-первых, много еды, а во-вторых, еще инерция такая. Люди еще и праздновать продолжают, и есть продолжают вот так по-новогоднему. Нужно ли как-то выходить вот из этого, ну как запой, да, только заед? Видимо, очень плавно и постепенно, и поэтому у нас сначала Новый год, причем начинается еще с Рождества католического, кто-то отмечает, кто праздничку рад, потом Новый год, потом Рождество православное, Старый Новый год. Вот самые искушенные ждут теперь Китайского Нового года, чтобы уже окончательно... Крещение еще будет. Ну, в общем, всегда найдутся праздники, и никогда в жизни никакого человека не возникает такого, знаете, идеального времени для снижения веса, чтобы уже никаких праздников, никаких юбилеев, никаких посиделок, никаких отпусков. Поэтому очень важный принцип. Стройность можно обретать либо сегодня, либо никогда. Вот кто мечтает быть стройным, сделайте сегодня хотя бы что-нибудь для того, чтобы приблизить этот процесс к себе. Василий Сергеевич, а это зависимость психологическая, вот эта еда? Вот я знаю, что есть такие версии, что, например, алкоголь это в большей степени, ну это и химическая, да, зависимость, но что в большей степени изначально это психология, психиатрия может быть. А вот с едой эта ситуация такая же или нет? Вы знаете, это комплексная проблема, вы совершенно правы. В первую очередь идет психологическая зависимость, но она дополняется физиологическими сдвигами, замедлением обмена веществ, растягиванием желудка, ухудшением работы многих гормональных органов, и плюс еще социальные факторы. Вот к празднике, кампании, застолье, это то, что провоцирует нас, даже не провоцирует, заставляет нас, предписывает нас объедаться, даже когда нам не очень хочется. Поэтому, чтобы сбросить вес и остаться стройным, необходимо все эти три комплекса первопричин прорабатывать. На это уходит много времени и сил, и поэтому мы с людьми занимаемся не один день и не один час. Мне кажется, вот многие люди, может быть, Светлана Константиновна меня поддержит, таким образом, ну там, я не знаю, нервы успокаивают шоколадками, или, ну, какой-то стресс, или еще что-то. И вот они раз, раз. Да, конечно, так и было, так и было. Какой-то стресс, побольше поесть, хочется сладенького что-то загасить, там, нервы какие-то свои, там, нервные сдвиги. Вот. А это очень даже связано. А с чем тогда нужно изначально бороться? Вот со стрессом, со своим, с причиной, почему ты тянешься, или просто, ну, попытаться раз и заблокировать для себя какие-то? Нет, я считаю, что сам ты не сможешь это сделать. Я сама не смогла это делать. Я пробовала садиться на диеты, но это все бесполезно. Там, на недельку, на две, там, хватало, все, потом по новой. А вот когда я уже окончательно созрела, я думаю, нет, я сама не справлюсь, и я обратилась вот в клинику. К специалистам. К специалистам, да. И вот так постепенно нас научили правильно кушать, правильно, там, относиться к определенным продуктам, какие там. И к себе, в первую очередь. И к себе, да. И нам вот это вот внушили. Почему вот я могла, допустим, говорю, бесконечно, да, вообще, до 50 килограмм дойти. То есть нам дали установку на похудение. Хорошую установку, вот сюда вот заложенную. И теперь меня уже не заставишь есть эту жареную картошку, потому что я ее не хочу. Я не хочу есть сало. Нет, я люблю картошку. Нет, это я вот, ну вы, я это очень плохо. Я знаю, что люблю есть картошки, чтобы оставаться стройным. Да, если, наверное, так на стереотипы ориентироваться, то, наверное, я должен быть толстяком. Я и сладкая, и картошка, и все подряд. Антон, все это хорошо до определенного возраста. Мужчин, зона риска, это опять-таки 40 с гаком. Чуть позже, чуть-чуть подождать. Если пока все хорошо, слава богу, но в нужный момент просто вспомните мои слова, да, если вы заметите лишние 2-3 килограмма, не оставляйте их без внимания. Самое опасное, что человеку, кажется, ничего не происходит. 2-3, потом 4, потом 24, потом не успеешь оглянуться, и уже проблема, с которой не можешь справиться. А вот часто слышу такие фразы, типа, вот я там 3 килограмма, у меня плавают. Набрал, сбросил, набрал, сбросил. Это нормально за 10 дней набрать вот эти 3 килограмма? Ну, за 10 дней, пожалуй, это уже сильно многовато. Физиологически считается 1,5-2. 2 килограмма плавающих, и то не каждую неделю, а в течение там сезона или в течение года, это нормально. Но если это уже 4, тем более 5 килограммов, это признак того, что что-то вы делаете не совсем правильно со своим телом. Как-то вы его насилуете едой? Практичный вопрос, я думаю, что зрители захотят задать наши. А как начать сбрасывать вес? Вот как после праздников взять и начать? Вот сейчас 3 килограмма набрали, да, вот с чего начать? Что может быть сделать такое? Это самое сложное, мне так кажется. И вы знаете, что помогает людям? Это задуматься над тем, а что тебя в жизни не устраивает. В этом весь, в этом состоянии твоего тела. И чего бы ты хотела от жизни получить в идеале? Даже может чего-то немножко волшебного, чего-то, что тебе кажется вообще недостижимое. Что тебя реально в жизни может так, ну там, не знаю, взволновать, зарядить, чтобы тебе захотелось что-то вообще в жизни менять? Ну вот может быть Светлана Константиновна как-то из своего опыта по-другому скажет? Ну вот я, например, когда вот это обнаружила, так сказать, излишки свои, я просто-напросто начала анализировать, и что именно во мне не так. И я сделала, что у меня вот, видимо, излишки воды в организме. Серьезно, вот я сделала такой вывод, что у меня застой воды, и значит нужно выбирать продукты, которые, соответственно, помогают, облегчают, ускоряют вывод воды. Я не знаю, какой вывод делаю. Глаза не закрывать на себя и на свою жизнь. Вы, знаете, сравнили эту проблему пищевой зависимости с алкогольной неспроста. Вообще специалисты говорят, там много есть параллелей. И известный факт, первый шаг к тому, чтобы исцелиться от алкоголизма, это признать в себе проблему. Сказать, да, у меня есть зависимость от алкоголя. Так же и здесь, как только человек говорит, да, мне нужна помощь, я сам не справляюсь, это является этим первым шагом, когда возможны изменения. Пока человек отнекивается, как вы говорите, закрывает глаза на это и говорит, да нет, у меня нет проблем, я как все, он соседка еще больше набрала, она моложе, да я вообще еще по сравнению с ней стройняшка, да у меня вообще гормоны уже не те, у меня обмен веществ, отмазок есть великое множество. Есть тысячи причин, почему человек набирает вес. Есть только одна причина, по которой этот вес можно снижать. Горячее желание чего-то лучшего для себя в этой жизни. И вот если это желание горячее перевешивает, все остальные причины уже перестают так уж сильно давлять над человеком. А технологии, как снижать вес, они уже известны, и, конечно, специалисты легко вам помогут. Максим Сергеевич, в двух словах, а как идеальный вес посмотреть, посчитать? Ну, есть разные формулы, там, рост минус 110, индекс массы тела очень популярен, в последнее время в интернете можно посмотреть, как его посчитать. Либо просто померить объем талии. Если у женщины талия больше 88 сантиметров, а у мужчины больше 96, надо задуматься, это уже медицинское показание для здоровья снижать вес, а не просто для эстетики или для удовольствия. Талия, потому что она свидетельствует о висцеральном жире, который сдавливает внутренние органы и укорачивает жизнь. Максим Сергеевич, похудеть сейчас особенно легко, я знаю. У вас есть какая-то специальная программа, предложение от центра доктора Посюкова. Расскажите подробности, пожалуйста, куда обращаться, как, что вообще такое. На самом деле снижать вес можно начать с сегодняшнего дня, просто позвонив по телефону 220-064-22. Потому что завтра лично я начинаю работу с новой группой людей, которые придут снижать вес, и уже за 4 дня люди сбрасывают 1,5, 2, 3, иногда даже 5 килограммов. И это очень впечатляет, когда ты видишь результат уже буквально после первых шагов. Телефон 220-064-22. Консультанты, администраторы будут принимать звонки сегодня до половины десятого. Звоните прямо сейчас, завтра вы можете уже сделать решительный шаг к стройности. Да, я всем рекомендую, кого это касается, обращайтесь, там действительно помогут. На этом с Максимом Сергеевичем, с Светлой Константиновной мы прощаемся. Спасибо, до свидания. Да, а мы продолжим. Не переключайтесь, у нас еще много для вас важных новостей. Спасибо.